За час до начала смены, как всегда, представители патрульно-постовой службы милиции на плацу. Сотрудники ведомства проходят проверку внешнего вида и табельного оружия, получают специальный инструктаж и ориентировки на разыскиваемых преступников или людей, пропавших без вести. Наряду с милиционерами в строю и представители молодежных отрядов охраны правопорядка. Они оказывают посильное содействие управлению внутренних дел, профилактике правонарушений и преступлений, а также участвуют в охране общественного порядка. Продолжительное время уже на постоянной основе мы несем службу с дружинниками, которые оказывают нам, как и практическую помощь, наверное, и сами получают значительные знания. В дальнейшем, как для своей профессиональной деятельности, может, некоторые заявят желание работать у нас под разделением. Сегодня в Брестской области насчитывается 137 отрядов молодежных, у которых состоит более 2000 человек. Ребята несут свое, так сказать, дежурство не только на территории учебного заведения, но тоже выходят на патрулирование города Бреста, ну и своих городов по области, где они расположены. Среди представителей молодой смены и Евгений Кузьмич, студент Брестского государственного технического университета. Вот уже 4 года он является членом молодежного отряда «Алмаз». Работать со стражами правопорядка Евгению понравилось. Это хороший способ испытать на себе, что такое быть милиционером. Возможно, в будущем Евгений Кузьмич свяжет свою жизнь именно с этой деятельностью. В отряде я с первого курса, то есть уже 4 года в отряде, и все меня устраивает. Сейчас стал командиром уже как год, и в принципе планирую в дальнейшем поступать в МВД, идти на службу, и это помогает мне развиваться. Сегодня моповцы, так называют себя члены молодежных отрядов охраны правопорядка, стали одной из визитных карточек деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Появление на улицах молодых правоохранителей – это не дань моде, а желание внести свой вклад в дело сохранения безопасности родного города.